Не развита у нас ни культура заточки ножей, ни обращение с ножами. Прежде всего стоит заметить, что после трудов по заточке ножей постарайтесь сохранить их остроту, работая ножом по деревянной доске. Избегайте контакт тарелющей кромки со сталью, а особенно со стеклом или керамикой. Один раз порезав ножом по тарелке, вы сводите на нет все усилия, потраченные на заточку. Любой нож получает очень серьезное затупление, так как стекло или керамика имеет намного большую твердость, нежели любая сталь. Если вы позволяете себе резать по тарелке, не стоит вам смотреть это видео, да и вообще затачивать свои ножи. Это слишком ненадолго. Одним из самых простых методов контроля остроты ножа является осмотр режущей кромки на предмет блеска. Когда мы смотрим на острие, оно не должно блестеть. Там же, где мы видим блеск, присутствует затупление. Первое правило. Важнейшим моментом является соблюдение постоянного угла при заточке ножа. Оптимальный угол для вашего ножа уже выбрал завод-производитель. Как правило, этот угол составляет от 30 до 40 градусов в сумме, то есть по 15-20 градусов на сторону. Желательно точить нож на угол, который уже имеется у вас с завода. Его можно проконтролировать визуально, например, закрасив маркером режущую кромку и в процессе заточки проконтролировать, по всей ли поверхности режущей кромки вы точите. Если где-то не дотачиваете, соответственно, можно подкорректировать угол заточки. Далее в каждом движении стремимся максимально соблюдать правильный угол. Второе правило. Не допускать большого давления между абразивом и ножом во время заточки. Необходимо, чтобы съем металла был на величину зерна абразива. Избегаем сильного давления, которое приводит к заминанию, вдавливанию, наклепу и тому подобным вредным моментам. Старайтесь, чтобы движения были легкими, минимум усилий, ни в коем случае не давите при заточке. Третье правило. Направление движения при заточке желательно производить на зерно, причем стремиться к перпендикулярному углу движения крыльщей кромки ножа. Таким образом, будет меньше образовываться заусенец металла, который совершенно нам не нужен. При заточке ножа с одной стороны, с другой начнет образовываться заусенец, от которого необходимо избавляться, меняя сторону заточки ножа и уменьшая зернистость абразива. Некоторые точилки предполагают каждый раз менять сторону заточки ножа, тем самым не образуется вредный заусенец. На мой взгляд, это существенно упрощает задачу. Еще совет. При заточке на камнях без использования вспомогательных точилок, вы можете сказать, что мне по третьему правилу надо избавляться от заусенца и менять каждый раз сторону ножа. Но это крайне сложно, так как вероятнее всего, не будет соблюдаться первое правило. Соблюдение одного и того же угла будет нарушаться. Соответственно, качество заточки будет очень страдать. Поэтому либо выбирайте удобную точилку, либо вам придется бороться с заусенцем. Готовясь к этому видео, я изначально хотел все рассказать очень подробно, но потом решил, что большинству людей, которые не умеют точить ножи, необходимо дать только самые важные и эффективные рекомендации. Буквально 2-3 совета, ну так назвали их правилами. При необходимости можно совершенствоваться в своем мастерстве. По вопросу выбора, чем точить, я расскажу в следующем видеоролике. Более подробные видео про заточку и точилки будут в качестве ссылок в описании к этому видео. Спасибо тем, кто поддерживает меня своими детальными рекомендациями, толковыми рекомендациями, лайками. Как говорится, не боги горшки аж обжигают. Заточка, на мой взгляд, куда проще, чем о ней многие думают. Приложите немного стараний, соблюдая выше приведенные правила, и результат не заставит вас долго ждать. Всем удачи и пока!